Ростислав Мурзагулов с нами на связи, политтехнолог, экс-председатель Общественной палаты Башкортостана. Ростислав, здравствуйте, рад вам в эфире Freedom. Добрый день, Саимовна. Ростислав, ну в целом, если посмотреть ленту за последние несколько лет, с начала полномасштабной агрессии и до дня сегодняшнего, только ФСБ могло заниматься чистками в других ведомствах. Кого-то находили, кого-то вытягивали, кому-то буквально доносили до Путина, что того-то, того-то нужно убрать, таких как Шойгу и Герасимова. И чуть ли, наверное, не впервые высокопоставленного чиновника, высокопоставленного представителя ФСБ, скажем так, тем более еще и пятой службы, убирают по-тихому, что интересно, со своей должности. Вот с чем вы связываете? Неужели на самом деле 70 лет уже Чайку пора на покой? Ну, 70 лет Чайку, конечно, не пора на покой. Значит, Путин бы ушел на покой уже пару лет как. Поэтому нет, в России это, конечно, чисто формальный повод. И, собственно, причина совершенно в другом. У меня есть на эту тему несколько интересных инсайтов. Я думаю, что вашим зрителям эта информация должна понравиться, поскольку все то, что сейчас я расскажу про беседу и интригу с ним связанную, это, в общем-то, такое, как бы, знаете, описание заката империи. Это описание такой классической осени патриарха. Поскольку вот под ним началась большая грызня всех со всеми. И он сейчас пытается как бы всех приструнить и таким образом, вот такими увольнениями наказать за то, что они устроили дележ власти еще при живом Путине. А это именно так, потому что Сергей Веседа был активным участником перераспределения вот того, которое затеяно было еще во времена Пригожинские. Вот когда Пригожин тогда начал атаку на Шойгу, он делал это не один. Я много раз говорил о том, что он был наконечником копья, что это были тектонические там сдвиги, когда друг на друга перли, по сути, две больших системы. То есть система, которая была под Шойгу, это была система, которая создана была Путиным как бы в пику ФСБ. То есть ФСБ Минобороны довольно долго не контролировало, потому что Путин хотел, чтобы все яйца не были в одной корзине, чтобы у него не было стопроцентной зависимости только от одной группы силовиков, которая упирается в патрушу. Соответственно, там было недовольство тем, что они не контролируют значительную часть вопросов. Ну и они считали, что те провалы, вот о которых вы говорили в том числе, которые случились, они, в общем-то, это вина все Минобороны, что они все хорошо подготовили, что они дали Путину всю информацию, что все там сексоты были на местах, что все там как бы было на мази. И вот Минобороны плохо действовало, неправильно, и, соответственно, они, так сказать, всех подвели. Вот, но, конечно, там виноваты были все, потому что там все занимаются разворовыванием денег, и все занимаются, в общем-то, чем угодно, кроме того, чтобы добиваться каких-то реальных успехов. И, собственно, это на счастье всем людям, которые хотят победы здравых сил в этой всей истории. Вот, а с беседой еще, понимаете, там была какая штука. Там они совсем заигрались, и они начали использовать, в том числе и путинских врагов для того, чтобы вот эти свои внуки внутренние интриги разрешать. Потому что, когда они поперлись сначала с помощью Пригожина на Шойгу, эта атака была слишком грубой, слишком жесткой, и понятно, что она не удалась. Значит, и, соответственно, они параллельно еще и затеяли такую историю со сливом Шойгу через средства массовой информации. А если вы помните, то эти средства массовой информации были вовсе не Соловьев, там, не Киселев и так далее. То есть они сливали информацию в либеральные российские СМИ, то есть в СМИ оппозиционные. И вы помните восхитительное расследование ФБК, например, про то, как они знали прямо вот о каждом счете, который оплатила жена Тимура Иванова, где она была в одну минуту времени, единицу времени, потом где она, куда она переместилась, еще через парочку. Соответственно, это, конечно, был такой массив, где были все сливы из всех электронных почек. Понятно, что эта информация вот так вот, в такой большой куче, она могла находиться только, конечно, исключительно в ФСБ. И поэтому этот слив, конечно, повлиял на решение Путина. И действительно, после вот того, как все это стало достоянием гласности, уже было очень неудобно держать на своем посту этого Тимура Иванова. Но это же была очень жесткая манипуляция. И Путиным манипулировали с помощью независимых СМИ, с помощью, по сути, ФБК и других организаций, которые как бы Путина не любят. Ну и, соответственно, это же наносило удар еще и по Путину самому. То есть, понимаете, они, занимаясь разборками друг с другом и дирижом бабла, вот эти вот подпутинские все генералы и прочие негодяи, они подставляли в том числе и Путина. И Путин-то это же понимал своему мишкам, который, ну, в общем-то, не очень-то велик, но чтобы понять такую простую разводку, в общем-то, его достаточно. Ну и, соответственно, вот сейчас он пытается лихорадочно это все поправить, но у него ни черта не получится. В этом прелесть этой ситуации. Потому что этот Беседа тоже был не один. Потому что тектонические вот эти сдвиги, поползновения друг на друга, вот этих вот фронтов, которые там есть, они никуда не делись, они никуда не закончатся. С увольнением Беседы, с передвиганием вот этого Патрушева, но вот это безумное назначение старшего по корабликам, вот это, конечно, все унизительно. И таким образом он показывает, вот, если вы будете интригами заниматься, я даже своего Патрушева, хранителя всех моих секретов о том, как я дома в Москве взрывал, передвигаю вот черт знает куда, замажаясь, загнав совсем. Значит, но это никак не подействует, потому что все те, которые сейчас находятся в обоими, они все равно будут считать, что они могут и в состоянии проводить интриги, а-ля та интрига, которая была проведена по вот этой линии Патрушев-Шойгу. Они все равно знают, они все равно видят, что Путин сидит, как Бирюк один, в этом своем бункере, видит в день пять человек, не владеет никакой информацией, что им очень легко манипулировать. И поэтому им манипулировать будут дальше. И, соответственно, эти манипуляции заведут все это в окончательный тупик, на самом деле, и это будет довольно скоро, особенно на фоне тех событий, которые я, кстати, предсказывал. Я говорил о том, что один из разломов России пойдет именно по линии «Ислам-Православие». И вот сегодня, пожалуйста, в Дагестане массовый расстрел священников в православном храме, в синагоге. И вот, соответственно, это вот уже такая вот следующая такая степень развала страны, когда уже начинается, собственно, стрельба на улицах из автоматического оружия. Вот поэтому, собственно говоря, да, закат империи, да, хорошо бы, чтобы поменьше крови провелось при этом закате. Но не получается, как мы видим, да, пока нет конкретной информации, вот с какой целью действовали боевики, то ли в Дагестане, имею в виду, в Дербенте и в Махачкале целью просто вот навести шороху, грубо говоря, совершить то, что они совершили, либо какая-то стратегическая цель была заложена вот в эти непосредственно действия. Просто вот мы с вами говорим об активных действиях ФСБ, которые проходят, под коверные игры, но ФСБ, получается, проваливает основную свою деятельность. Федеральная служба безопасности России называется она, Российская Федерация для наших зрителей. То есть ФСБ вот так вот смотрит на ячейки боевиков, которые собираются, собирают вооружение, проводят террористические акты, но тем не менее успевают в это же время сами ФСБшники играть какие-то игры. Наверное, самый главный аспект вот случившегося в Дагестане, где ФСБ, где правоохранительные органы, если боевики за месяц, по-моему, ТАСС писала, готовили вот происходящее в Дагестане. Послушайте, у меня в Дагестане много друзей, и на вопросы ваши где ФСБ, я могу вам ответить вот прямо через дорогу от предыдущего, например, ну не теракта, а вот от поиска евреев в аэропорту, там через дорогу от аэропорта стоит часть ФСБ. Понимаете, то есть они это прямо вот непосредственно под своим носом прошляпили. То есть это люди, которые, ну, абсолютно не умеют заниматься тем, чем им по Конституции заниматься положено, обеспечением безопасности россиян. Соответственно, поэтому россияне все время живут в опасности, поэтому там все время теракты, поэтому в Крокус-Сити прямо на них глазах, на их глазах и просто предупреждений и США, и Ирана, и Англии, и всех остальных все равно там все делают все, что хотят, и, соответственно, это, понимаете, у этой же службы тоже излет, у этой службы тоже очень патриарха. В России нет каких-то хорошо работающих механизмов, там прогнило все насквозь, дотла, и, соответственно, вот Дагестан, это, знаете, это такой полигон, на котором начинались ведь много раз различные громкие события. Вспомните, с чего началась Вторая Чеченская война. Там ведь тоже определенные группы зашли, объявили два села, значит, не подконтрольным российскому правительству, объявили их подконтрольным только законом Шариата, ну и, соответственно, дальше были боевые действия вокруг этих сел, и, собственно, то, что привело ко Второй Чеченской войне и к взгромождению на трон, собственно, чекиста Путина, который, как бы, с этим всем начал героически бороться. Сейчас, соответственно, мы имеем опять в Дагестане обострение, и какой мы делаем вывод. Когда какие-то люди в большом количестве с автоматами выходят и начинают посередине Махачкалы, это же вам не Чабанахи и Карамахи, как это было в прошлый раз, это там где-то на окраине Дагестана, там, знаете, где Макар Телят, Непас, это там заходи, кто хочет, бери, что хочет, объявляй, что хочешь, это все заметят через полгода только. А это Дагестан и Дербен, два крупнейших города. Дербен, где недавно Путин из вас, видите, гулял и обнимался с девочками и мальчиками, да, это, собственно, Дербен, где пять тысяч лет, где вотчина Сулеймана Кирибова, дагестанского бандита под видом предпринимателя. Значит, соответственно, мы делаем один, единственный возможный вывод в этой ситуации. То есть это опять кому-то нужно, но только это уже действует не в пользу Путина, а как раз ровно наоборот. То есть кто-то в России решил, что все, хватит Путину, и надо подобрать какой-то хороший повод для начала, ну, каких-то, например, ширкомасштабных боевых действий одних сил с другими. А одних сил с другими это очень легко сделать. Ростислав, должен прерывать вас. Именно ислам православия. Понимаю. И вот, пожалуйста, группа боевиков, группа боевиков врывается, и, соответственно, понимаете, это... Ростислав, пока мы далеко не ушли, должен прерывать вас, но, к сожалению, до законченного времени разговора, но, тем не менее, тема в эфире будет обсуждаться, и мы, я уверен, с вами также увидимся в эфире «Фридом». Спасибо за ваши мысли и за ваш анализ. В нашем эфире Ростислав Мурзагулов был с нами на связи, политехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.